Основным способом обезопасить себя от болезней желудочно-кишечного тракта являются методы профилактики, рекомендуемые гастроэнтерологами, диетологами, врачами общей практики, отказ от вредных привычек и малоподвижного образа жизни, физическая активность, борьба со стрессовыми состояниями, ну и, конечно, режимы рацион питания, истинно известная, прописная. Пищеварение начинается в ротовой полости. Это зубы, язык, щеки, десны. И если у человека есть какие-либо жалобы, а он может это все увидеть, то есть он должен обратиться к врачу-стоматологу, либо врачу общей практики, врач-атариноларинголог, и дальше проводить какое-то лечение. Дальше пищеварение продолжается в пищеводе и желудке. Проблемы с пищеводом и желудком в основном свидетельствуют то, что боль в верхней части живота. Слева, справа и с этими проблемами люди обращаются к врачам в поликлинику. Последствиями нарушения процесса пищеварения у человека остановятся ожирение, нарушение обмена вещества, различные заболевания желудочно-кишечного тракта. У молодых в основном диагностируют гастрит, у людей старшего возраста возможно обострение панкреатита. Боль, которая присутствует у человека, должна натолкнуть его на посещение врача. В животе, сбоку иногда есть отраженные боли в спине, изжога часто, отрыжка, вздутие живота, какие-то урчания, звуки, запор, понос. У нас любые симптомы, которые как-то не устраивают человека. В идеале проводить фиброгастроскопию – это когда с помощью зонда осматривают пищевод, желудок и 12-перстную кишку. По результатам этого исследования врач назначает лечение. Дальше идет в пищеварительной системе кишечник. Это полая трубка, и проблемы с кишечником изучаются с помощью колоноскопии. Питание человека должно быть разнообразным, полноценным и сбалансированным. Не стоит часто баловать себя сладостями, выпечкой и фастфудом. Предпочтение блюдам, приготовленным на пару, отварной пищи, рыбе, зерновым продуктам, фруктам и овощам. Любые овощи, фрукты – как можно больше. То есть рекомендуется по самым распространенным диетам в мире, что 4 порции овощей. Это где-то в день 400 грамм. То есть одна порция, или можно некоторым рекомендуется ладошку. Вот так две ладошки сложить – это в день нужно столько скушать овощей. Есть данные, что красное мясо, которое именно обработано – это колбасы, сосиски. Вот оно как-то влияет на злокачественные заболевания кишечника. Но если у человека кушают красное мясо, но все равно это в сбалансированном питании, обычно никаких проблем не возникает. Все-таки в первую очередь ограничивать красное мясо нужно людям, у которых отягущенная наследственность.